здравствуйте на библейском портале экзогет мы продолжаем чтение из ветхого и нового заветов в особенности останавливаясь на трудных местах священного писания вот есть строчки которые всем очень хорошо знакомы которые часто повторяются они припеваются его римба литургии на которые сказать что они легки для понимания и так быть непосредственно приемлемы пожалуй нельзя это заповеди блаженства перечнем их в евангелие от матфея они звучат так блаженный нищий духом ибо их есть царство небесное блаженны плачущий ибо они утечет с блаженной кротки ибо они наследуют землю была жены алчущие и жаждающий правда ибо они насытятся блаженны милостивый ибо они помилованы будут влашены чистое сердцем ибо не бога у зря бла жены миротворцы ибо не будут наречены сынами божьими блаженной изгнанны и за правду ибо их есть царство небесное влажены вы когда будут поносить вас и гнать и всячески неправильно злословить за меня радуйтесь и веселитесь ибо велика вам награда на небесах видите как странно для более-менее постороннего слуха мы слышим о радости и веселья тех кто испытывает гонения плачущие и нищие алчащие и жаждачи читая этот текст мы можем подумать о заповеди ли это в том же смысле каком мы говорим о заповедях произнесенных моисеем полученным их на колесе на и от бога там действительно повеление заповеди которые должны исполнить чтобы быть угодно бога там указание как жить здесь же новом завете мы во-первых свидетели того как люди встретили бога лицом к лицу и уже не от посредника пророка мессия но от самого мессии от христа от творца своего люди слышат что есть истинная жизнь и вот имеет ли это какую-то связь с ветхим заветом первая заповедь блаженны нищие духом может ли она немножко быть более на для нас внятный если мы обратимся к срочкам из священного писания ветхого завета да кто такие нищие это опять вспомним псалтырь как книгу наиболее читаемой и исключительно близкую так тем переживанием которые свойственные христианам так вот что говорится псалтире возьмем 33 псалом он читается как мы знаем наши стопсалами при начале утрени строчки из 33 псалма кто обращал взор к нему те просвещались из лица их не постыдятся си нищий возвал и господь услышал и спас его от всех бед его итак нищий это взывающий к богу то есть ищущий бога ненасытимо жаждущий бога вот кто нищий нищие мои так такие слова тоже мы слышим от создателя в книгах ветхого завета так он обращается к своим кто к тем кому он нужен или вот в псалме 131 ибо избрал господь сион возжелал его жилище себе это покой мой навеки здесь филюсь ибо я выжелал его пищи его благословляю благословлю нищих его насущих хлебом священников его облегу во спасение и святы его радостью возрадуется вот слушайте нищие в этом контексте 131 псалма сопоставляются со священниками со святыми то есть это те кто свои богу и конечно в это высшая степень блаженства и евангелие от луки 7 главе где господь посылает учеников к иоанну и потом говорит им и сказал господь иисус в ответ пойдите скажите иоанну что вы видели и слышали слепые прозревают хромые ходят прокаженные очищаются глухие слышат мертвые воскресают нищие благовесуют опять речь идет не просто о нищих как о бедняках речь идет о нищих которые знают бога и способны благовествовать его то есть это свои богу есть конечно и в этом завете употребление слова нищий значение бедняк не имущий но в совсем другом контексте сопоставляя заповеди блаженства с текстами завета мы можем заметить как близкие слова этих заповедей словам пророка исаи вот такие слова исаи из 25 главы полгощена будет смерть навеки и отрет господь бог слезы со всех лиц то есть блаженоплачущие читаемые заповеди блаженства это те кому недостаточно того чем утешаются люди не знающие бога это те кто разделяет с богом скорбь о грехах и смертности мира те кто утешится только его присутствие опять же это блажен и те кто своих богу и тогда мы мы должны заметить это что заповеди блаженства вовсе не как-нибудь иное чем заповеди декалога то есть десять заповедей ветхого завета данных моисеем часто бывает так помните ли вы заповеди спрашиваю да и сразу скажут ну какие скажу помнить что главное какие главные заповеди помнить не убей не прелюбодействуй правда но это не первое первая заповедь произнесенная моисеем народу возлюби господа бога твоего всем сердцем и всем помышлением всей душой твою так вот возлюбить бога это в себе содержит в общем все заповеди которые господь произносит как заповеди блаженства без любви к богу все остальное не в декалоге как мы и читаем в этом завете не вообще во всей истории ветхого завета не во всех событиях нового завета без любви к богу понимание истинной жизни невозможно и обретение жизни невозможно если говорить о принципиальных различиях какие все-таки существует между книгами ветхого завета и книгами евангелия или посланиями апостола в деяния откровения ивана богослова мы разумеется должны замечать различия 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 именно в том что ветхий завет предваряет приготовляет человека ко встрече со христом он который апостол павел деда водитель ко христу но без этого деда водителя без приготовления ведь это исторически делать долго более полутора тысяч лет от первого призыва к человеку обращенного к вараму и первого отзыва который человек которым человек отозвался вот я господи сказал варам до того как первые ученики пошли за христом эти длительные столетия были столетиями воспитания приготовления научения необходимые конечно и нам если говорить сейчас о этих важнейших событиях ветхого завета мы всегда помним и призвание в рамо это место которые сами уже обсуждали предыдущих беседах жертвоприношения в рамо и то что связывает ветхий завет и начало новой жизни жизнь в новом завете это благовещение пресне богородицы к ней приходит ангел и она отвечает на известие ангела все раба господня да будет не по слову твоему когда она говорит да будет не по слову твоему конечно понимаем это конкретно относится к тем словам которые через ангела услышал от бога известия что ей назначено быть матерью сына божьего но опять вот слова бога являются тем что должно исполниться и стало быть слова ветхого завета должны исполниться и исполняются в событиях которыми которые люди переживают при встрече со христом это очень хорошо в церкви выражена постоянными отсылками к веткому завету при богослужении ну например когда мы на утренние это та часть богослужения которые обычно мы вечером на которые смотряемся начинается на шестопсалом и чтение псалмов повторяю на утренние прочит прочитывается канон канон это такой большой корпус молитв состоящий из тропарей из нескольких песен из девяти песен 2 обычно пропускается значит из 8 как реально и каждый песен предваряется ирмосом а ирмос это отсылка к лет к событиям ветхого завета которые оказываются чрезвычайно важны для понимания того чему учит церковь нас в нашем богослужении например первый ермос то есть предваряющий первую песню стих всегда о переходе через черное море на разные глаз и пропевается более-менее различные стихи но всегда об этом всегда о переходе через черное море через красное море когда от одной жизни рабской начинается путь людей у другой жизни к жизни ведомый богом и этот опыт ветхозаветного израиля так важен для понимания жизни церкви или шестая песнь всегда предваряется ирмосом который напоминает о пророке ионе о поглощении китом и о освобождении из этого чрева китова пророка например на шестой глаз такой житейское море возрезаемые заря твой свитя напасти бурю к тихому пристани чу твоему претеку и пиемте возведи от ли живот мой многомилостиве то есть изведи от смерти от ли то есть от истления жизнь мою о многомилостиве и вот этот ермос который отсылает книги пророка напоминает нам еще один эпизод из нового завета когда господь явился в лодку волную мою так сказать бури на озере или сарецком и ученики страшились погибели он вашу лодку и она сразу пристала к берегу я то чтобы там как-то успокоилась буря а именно тут в этот момент само это странствование опасное прекратилось они оказались на берегу они казались в совершенной безопасности и вместе со христом так толкуется евангелием и опытом церкви слова произнесенные в книге ветхозаветной книги пророка или седьмая и восьмая песнь канона всегда предваряется стихами напоминающими о трех отроках в печи огненной о спасении этих юношей верных богу которые сказали царю на ухадоносору да если бы даже бог и не спас нас все равно не поклонимся тебе и их спасает господь в брошенных раскаленную огнем печь господь спасает действием тихого прохладного ветра который отогнал от них огонь печи так книга ветхого завета в данном случае книга пророка даниила оказывается подтверждением истины известных нам в евангелии и в опыте церкви на это будем обращать внимание дальше и в следующий раз мы приступим к чтению всех ветхозаветных текстов которые читаются при богослужениях перед тем или иным праздником церковным но например в праздником престой богородицы или любым другим или к праздникам рождества христового крещения господня это будут книги пророка исаи книга бытия всегда читается из книги из первых книг начиная с бытия почему потому что сосредоточиваясь на событиях нового завета искать рождества христова мы должны как бы наново пройти тот путь которым шел избранный народ к встрече со спасителем казалось пока вы какая прямая связь первых строчек книги бытия и там события рождества и крещение господня прямая связь само сотворение человека имеет цель этим отличается и священное писание ветхого завета от всех других текстов которыми дорожит и которыми жили народы другие таких текстов священных был не конечно не только ветхий завет и у египтян и у греков и у ассирийцев были свои священные книги у индусов но они толковали о неком прошлом которое как бы в основе существующего миропорядка и человеческой жизни и которые просто хранили в памяти чтобы как-то утвердить существование именно конкретного этого народа санкционировано каком-то смысле обеспеченная тем прошлом книги же который хранил израиль который хранит и церковь христова книги ветхого завета они людей ориентируют на будущее это указание пути указание пути это не просто описание прошлого или каких-то сверх реальных событий в внеземном мире или там в мире с огромным как это было в основном скажем мифологии египта это книги ориентированные ориентирующие человека в будущее в любом поколении в любом поколении которые проживает израиль и книги ветхого завета ориентируют его и потому мы возвращаемся к книгам бытия пророком пророку михею пророком и пророком исаи даниила вот этим мы текста возьмем именно те отрывки которые вычитываются нами на богослужении в церкви в особенности часто книги ветхого завета читаются великим постом во-первых мы прочитываем всю книгу псалдирь в течение дня она прочитывается и не по одному разу она прочитывается в течение великого поста во вторых мы читаем из небытия из книги пророка исаи и из книги притч мы читаем также и другие книги скажем книгу иова это на страстной неделе кому насыщаем и насыщаем свое сознание книгами ветхого завета чтобы быть готовыми главному событию которому подводит вся история к воскресенье кресту от где твоя победа смерть где твоя жало будем мы восклицать устами иоанна златоуста на пасхальной литургии а прежде этого течение всего великого поста мы как бы отказываемся свидетелями этой драмы этого путешествия людей от жизни гибельной безбожий жизни единый с богом и это жизнь вместе с богом она не началась только явлением христа она была присуща всем праведникам начинает от авраама не только авраама но и праведником прежним праотцем потому что для себя создал господь человека как говорил блаженный августин ты создал меня для себя и метец и лужа моя пока не найдет тебя вот это обнаружение бога присутствие его ощутимое наблюдаем мы при ней оказываемся свидетелями такому такой встречи человека с богом книгах не только нового но и книгах ветхого завета и тогда следующих встреч внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео и и и и и и и и